let's go, нас сейчас встречают самые сочные кадры понятно слушай, мы в лесу живем мы в Архизе сегодня в выпуске я расскажу про все трассы, которые есть на курорте сделаем инспекцию по каждой а также катаемся с местными гидами по фрирайд, посмотрим, есть ли он здесь я расскажу, как сюда добраться где лучше жить в какой ресторанчик лучше забежать а также многое другое погнали на курорте Архиз есть два склона северный, который находится за спиной и южный склон в чем отличие? это две совершенно разные горы мы находимся посередине, как бы в ущелье как с одной горы попасть на другую? есть просто гондольный подъемник который вас доставит через речку с одной стороны на другую особенности северного склона там холоднее, там больше тени солнце не пробивает туда на полный солнечный день и там больше снега если хотите фрирайд, там он, конечно, зачетнее а что сказать про южную сторону, давайте посмотрим на нее она находится вот здесь она круглый день в солнце естественно, снег тает сильнее снега там меньше кстати, там меньше ветров и там теплее на южном склоне вы постоянно на солнце находитесь также южный склон имеет большее количество трасс, чем северный но на северном склоне тоже свои плюсы есть поднимаемся на самую вершину северного склона на этих местах обычно такой лютый ветер мы как-то пару дней назад здесь были здесь просто сносило всех нахрен никакого снега, все выдуто это говорит только о том, что ветра здесь постоянно вы думаете, хорошие поля как выпадет снег, раскатаем друзьяшки, вас разочарую навряд ли у вас получится потому что ветер вас просто снесет куда-нибудь в ущелье сейчас прокатимся с комфортом с неким итак, мы на вершине северного склона самая высокая точка поднялись на подъемнике Аполлон в той стороне виднеется южный склон мы его видим отсюда оу, оу подраздолбили выдувает ветер, конечно, все мы проезжали по этой трассе ранним утром, пару дней назад здесь был такой витрина можно просто было сойти с ума здесь находиться невозможно было сейчас, в принципе, более-менее эту трассу обозначают как красную но она, поверьте мне местами прям черная прям чернуха здесь, конечно, на лайтах я могу спускаться передвигаться даже не хочу сжигать но зато можно посмотреть вот на эту красоту которая слева до того, как я приехал в Архыс я посмотрел высоту этой горы и был приятно удивлен что она выше, чем, например, гора в Шерегеше и я понял, что трассы будут длиннее трасс будет больше но все оказалось интереснее вот мы сейчас видим этот подъемник справа вы сейчас увидели эту трассу по которой я проехался и я абсолютно не понимаю кто дал команду делать этот подъемник то есть трасса максимально узкая невероятный уклон в начале и дикий положняк в конце вот по которому я сейчас еду бессмысленность этой трассы и этого подъемника просто запредельная виды точно такие же абсолютно как и на предыдущем подъемнике который второй на северном склоне и кайфа никакого ты не получаешь при спуске поэтому для меня это осталось загадкой зачем эта трасса здесь нужна но для того, чтобы просто отмениться подставить галочку можно один раз подняться на этом подъемнике посмотреть на все свысока и дальше поехать обкатывать действительно нормальные, качественные, классные трассы которые здесь имеются и сейчас мы как раз таки подъедем на вторую трассу северного склона который идет со второго подъемника вот это подъемник Союз это второй подъемник на северном склоне и здесь также под этим подъемником одна трасса это зеленый марчрут мы прям по прямой разгоняемся потому что здесь такой положняк в начале что вы просто пешком будете идти вот как он человек все отстегнулся вот этот парень или девушка не доедет никуда вот человек смотри, пытается прорваться сейчас толкало, народ просто сидит но вид-то какой шикарный что слева шикарнейший что справа что-то безумное и невероятное я открываю свой кармашек потому что не могу не налюбоваться вот этими красотами вот здесь начинается уже офигенный уклон этой трассы зелененькая, классная, учебная посмотрите, какая она широкая здесь эта трасса для наслаждения потому что вы здесь едете и смотрите налево смотрите направо падать нельзя, потому что вы упали все, вы будете ползти вот опять человечек ползет но ширина трассы радует невероятно как добраться до Архиза берем билет на самолет до минеральных вод оттуда вам нужен трансфер 5000 рублей 3 часа езды и вы в Архизе дорогие друзья следующий вопрос где здесь жить? у нас есть непосредственно много отелей прямо рядом с подъемниками ну много условно смотря с чем сравнивать и отели уровня очень хорошего есть даже бутиковые отели я прям зашел вау найс и вторая локация это поселок Архиз в поселке Архиз много вариаций жилья есть отдельные домики есть какие-то ну там квартирки комнаты все это можно найти на сайтах booking и на Airbnb честно говоря местные тоже тут есть которые сдают квартиры там домики но надо с ними иметь какой-то коннект я даже не знал и так же есть какие-то отели какие-то домики между подъемником и поселком Архиз то есть где-то посередине вот собственно и все больше вариантов здесь жить ну особо никаких мы спустились по самой верхней канатке по второй канатке вот это первая канатная дорога которая есть на севере и вот здесь начинаются самые интересные трассы дальше их несколько есть посложнее черные трассы зеленые мне кажется вот здесь самая интересная вариация трасс чтобы и потренироваться и покайфовать и здесь как раз начинается лесок мы сейчас ехали леса не было а сейчас будет лес ну и в принципе цивилизация есть крытые деревянные кайфовые туалеты даже кафешечки какие-то вроде есть и так с подъемника северное сияние мы попадаем на трассу Вега трасса номер 5 это трасса красная посмотрите какой резкий уклон моя куртка тоже красная но это мне абсолютно не помогает проезжать эту трассу в карвинге немножечко задутого снега подразбили другие райдеры уже эту трассу но это все-таки красная трасса здесь должна быть хорошая техника чтобы все проезжать и мы двигаемся по направлению к черной трассе под номером 7 на северном склоне уклон дикий вообще я не люблю черные трассы потому что по ним особо не покарвишь обычные повороты с проскальзыванием надо делать ползти я решил заехать во фрирайд потому что я больше не мог это терпеть а свежий снег лежал рядом нераскатанный откуда его так много здесь снегопад прошел целых 2 дня назад вообще люди знают про то что можно кататься во фрирайде и раскатывать снег ну видимо на этой трассе они не догадываются и вот на что способны люди чтобы доехать вот до этой зеленой трассы вот как по мне она зеленая посмотрите какая широкая выкат пологая солнечная люди готовы преодолевать дикий перепад черной трассы мы продолжаем дальше и дальше продолжается черная трасса это у нас вообще-то черная трасса которая местами зеленая ну что ж давайте наслаждаться нашим выбором я попытался заехать опять во фрирайд но меня ждал сюрприз это был лед лед от снежных пушек который я сейчас раскатал и такое бывает вот самая интересная особенность этой трассы то что она практически всегда в тени то есть северный склон большие высокие деревья не дают солнцу попасть на эту трассу она практически весь день в тени находится и она довольно жесткая и ледяная из-за этого это было жестко мы надо было прицеплять коньки и ехать на самом деле морозы были ночью минус 20 было а я теперь понимаю почему трассы просто перемороженные некоторые там вообще по льду пришлось ехать потому что еще продул и ветер снег сильно подморозило но кайфа конечно ноль по такой истории ехать с подъемника северное сияние отходит также вторая трасса это трасса кассиопея синенькая под номером три вот я еду делаю трючки бэксы трешечка на расслабоне синие трассы пока что для меня мои любимые вот так вот я решил цепануть еще пухлого снега но он был такой уже подвыдутый под замерзший вот здесь конечно у нас идет сужение в такую воронку и соответственно здесь очень много ребят которые катаются они также на заднем канте переднем канте на тормозах весь снег сбривает с этой горы ну и здесь проезд не такой уж и приятный но спускаемся чуть ниже заезжаем конечно во фрирайд как мы можем пропустить свежий снег на своем пути и попадаем на невероятно удобную прекрасную широкую трассу с кайфовым уклоном и можем здесь делать карминговые повороты тренироваться учиться и совершенствовать технику интересные перепады высот вот сейчас например отрезочек мы проезжаем такой средний уклон офигенно и проезжаем чуть дальше и попадаем на более пологую часть она немножечко освещена солнцем здесь можно расслабить булочки ехать наслаждаться смотреть по сторонам а после этого придется опять чуть-чуть напрячься ну будет еще интересный отрезок с хорошим уклоном я много времени уделю этой трассе потому что она как вот мне показалось самая офигенная на всем курорте да я раскрываю карты прямо здесь сейчас прямо в начале ролика да я признаюсь это моя любимая трасса мы по ней катали полдня аж в заключительный день вот лесочек похож просто на какой-то напоминает альпийский курорт где-то в Европе такой густой густой лес это признаки вообще архиза ну и соответственно эта синяя трасса такую среднюю ширину имеет довольно ухоженная и мне еще раз повторюсь она супер понравилась если приехали в архиз без снаряги либо у вас ее просто нет вам нужен прокат я сам в красной поляне захожу к ребятам из детски беру доски для фрирайда и здесь в архизе они также есть они у нас есть и в красной поляне и на Эльбрусе и на Донбай и на Архизе сам пользуюсь рекомендую мой промокодик соболев 20 используйте 20% скидоса будет каждому в любом месте ребята постоянно обновляют став каждый год что-то новенькое в архизе у ребят два проката вот этот находится прямо в инфоцентре здесь находится касса это место называется романтик отсюда уходят все подъемники только заехали и сразу же видите это место второй прокат находится прямо в поселке Архиз рядом там с кафешкой хижина и royal chalet поэтому очень удобно если вообще без снаряги приехали прямо на гору здесь заходите сюда все берете в аренду сноуборд и лыжи что хотите и уже потом шуруете на гору дальше кататься давайте зайдем к ребятам посмотрим что у них там происходит нифига тут народу вообще сейчас мы попробуем до кого не докопаться ребята вы не тупите либо можно по телефону заказать сразу же какой-то комплект и вам его отложат без проблем имейте эту ввиду я слышал что есть фрирайдовое оборудование сноуборды с сплитборда у вас есть сплиты можно здесь брать в аренду и идти скитурить короче кайфовать здесь прям много ребят практикуют для фрирайда есть и лыжи кайф блэк роллсы это хорошо вот джонс это женский вообще женский джонс даже есть кайф что какой-то аншлаг у ребят творится многие фрирайдовые доски уже забронировали кто-то катается на них поэтому ребята заблаговременно рекомендую обращаться и бронировать комплекты себе новичок вы профессионал лыжник или сноубордист вообще не имеет значения мой промокод СОБОЛЕВ20 используйте 20% скидочки везде в поляне Эльбрусе Домбая и на Архызе ну и ссылочка на ребят в описании к этому видео ну а мы продолжаем это Азамат наш верный лыжник Акагит к нам присоединился Александр посмотрите это не лыжи это просто две лодки но с этим человеком вы точно не пропадете если приезжаете в Архыз хотите пофрирайдить ребята гидуют скитурят обращайтесь к ним обращайтесь пишите подписывайтесь лайки есть отличие почему в Шерегеше можно на диких ходах врываться в лесу даже в плотном там скорость не набирается там успеваешь вот здесь это нереально тут получается только предтрассовое катание вот то что ты показал или что-то еще есть интересное то есть конечно но снега пока нет для этого или и снега достаточно я думаю мы сегодня успеем да да ну еще разочек типа вот тут я просто первую часть склона ну понял что в леса вообще бессмысленно сываться то есть вообще они разные немного да вот такие видишь прям свет не попадает туда это конечно да там нечего делать да там снег не долетает до земли ну вот сюда я его конечно новичкам не советовал сываться под канатку потому что мы сейчас поехали я прям ну на пару пинков что изменился есть и пиньки и контур уклон психологички поэтому надо быть очень осторож ну да да ну ничего отремонтируем доску ну там прям сковырнуло слушай чем-то мне это напоминает шерегеш где-то едешь вверх иногда кажется здесь мешочком но лесочек-то бомба вообще поваленные деревья уклончик масштаб сразу же ощущается другие ощущения я в такие моменты предпочитаю не думать совсем чем больше у тебя надежд что скоро ты пристегнешься и поедешь тем меньше шансов ну что как ты приехал посидеть да я пришел просто отдохнуть нормально пацаны вон там тоже веков тусят вот это архивский лес и он здесь везде примерно такой же то сюда просто заезжать на это реально вы стопроцентно врубитесь елку ну или чисто заехать посидеть тоже нормально это кичин мясо-сыр вообще тренд самый топовый продукт топовое блюдо вообще самое популярное здесь если серьезно на самой горе прям в центре стоит ресторан трамплин он большой он красивый там неплохо готовят прям от красной поляны вообще никак не отличить супер цивилизация также здесь можно покушать в отеле флора там хорошая кухня я там кушал завтракал софийские вершины рекомендуют многие я там не был но попробуйте съездите также здесь можно найти какие-то ресторанчики на самой горе действительно они здесь существуют если мы говорим про архиз то там есть одно основное место мы находимся в центре архиза и здесь кафешечка рекомендую хижина там прям вкусно там много мест не сказать что это прям ресторан вообще вау главное что вкусненько и есть места также такая европейская кухня гранд шале здесь ресторан и здесь отельчик тоже неплохо цивильненько красивенько то есть зайдет на юшке у нас четыре подъемника млечный путь лунный экспресс спутник и южная планета вот это ноу-хау архиза мы находимся наверху но нам все равно нужно пробираться через пробираться через это зачем это изобретение сделали когда вы уже купили подъемник вы выходите наверху зачем вот так унижать людей они боятся что сюда кто-то попадет без скипасы и как-то прорвется внутрь я не понимаю идем дальше сейчас будем кататься по трассе номер два она называется персиды она сбоку находится надо жарить на ней без вариантов приходится пешочком нам пройтись ты идешь наслаждаешься видами красота неимоверная наверху кстати недостроенный подъемник уже стоит второй год ребята хотят забрасывать людей прям на самую вершину когда достроят непонятно но мы это выясним но вот с другой стороны такие горы красивые вообще вая супер трассочка номер два начинается очень приятно такая пологая кайфовая довольно широкая это у нас получается синяя трасса какой снег прекрасный когда здесь прекрасная погода виды великолепные тут даже не поспоришь посмотрите на эту синюю трассу ну какая же она синяя столь же роза хутор вот такая трасса считалась бы зелененькой просто такой chill out и виды ну что это такое вообще он там во фрирайд куда-то уходит трасс посмотрите трасса насколько разнообразная она из плоской переходит в уклончик сильнее потом опять появляется уклон то есть она очень вариативная тут ехать не скучно сори а вот и причина по которой эта трасса у нас называется синий здесь появился сильный уклон да все спускаются на заднем канте ну а мы немножечко нет ложный вызов я думал что это пухлый снег а там надули так сильный поворот идет направо а я вижу какие-то кочечки я не знаю миша успеет появился лёдик здесь надо не не сжиганить аккуратненько спуститься вот этот отрезок трассы он конечно был серьезно здесь более-менее положенчик снежка не хватает чуть-чуть чтобы с комфортом проезжать лед на многих местах присутствует но начало сезона ребят мы снимаем в конце декабря скоро тут снежочек еще подвыбудет и будет кайфом вот 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 это ради чего мы приехали на эту трассу какой же кайф тут в плане перепадов высот очень понравилась эта трасса потому что она в большинстве своем такая новичковская зелененькие трассы и разные вариативные перепады высот повороты разные виды которые меняются ну вообще сучи кайф мне очень понравилось подождать чуть-чуть пока снежочек выпадет и будет шикардосик видочек достойный прям на уровне с красной поляной но явно не хуже очень колоритный красивый выезжаем на четвертую трассу красную ракета и она конечно точно не для новичков ой 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 все понятно лёдик пока но трасса такая очень серьезная да не кайфую от того что трасса немножко ледяная но уклончик очень бодрый резюмирую что трасса не для новичков резюмирую что я вот здесь но я бы навряд ли катался потому что я сыкую на таких сильных уклонах что-то делать только во фрирайде признаюсь честно видите я как чайник сбоку проезжаю вот я могу свежий снег заехать чтобы меня чуть-чуть оттормозил но это даже не свежий снег поэтому мы на на лайтах конечно можно было заложить какую-нибудь дугу на лед слышите лед прям такой конечно снежочка маловато но как только он появится будет кайф тыковка с еще одной трассы синий можно уехать на подъемник лунный экспресс но это прям агрессивная трасса красная можем попробовать здесь чуть-чуть подтопило я хотя бы это жесть я просто а не надо так делать я уже понял так без экспериментов обойдемся а вот тут кайф вот эта трасса конечно сказочная начинается небольшой уклончик здесь можно чуть-чуть обожаю боковые вылеты маловато пока снежка вот насколько я понимаю вот эта красная трасса ракета она реально ракета имеет конечно значение больше снега будет будет кайфово мы пересекаемся с трассой вроде бы номер шесть она зелененькая смотрите какой chill просто chill вообще вот кто-то едет обучается мы можем сделать какой-нибудь доска конечно не прожимается особо ребята пустят живут кого-то выехали на зелененькую трассу ура бомбей вообще мы поедем процессе их посмотрим что самый большой спрос именно на эти трассы зеленые обучение ходит на них вот этот подъемник кресель очередь здоровенная посмотрите какая мы сейчас попробуем проехать по самой жесткой трассе южного склона подъемник спутник очередь большая все видите хотят жестко врываться есть больше всего людей тут есть зеленая и синяя трасса ладно мы поднимаемся на подъемнике спутник с него можно поехать на учебные трассы тут у нас три учебных трассы зеленая под номером 6 белка мы уже на нее выезжали с красной трассы 2 потом идет стрелка это синяя трасса и восток один это зеленая трасса здесь три трассы они так вниз идут целом народу конечно на них много потому что это учебные трассы новичков всегда больше на склоне но надо же где-то всем учиться вышли с подъемника спутник он там белка уходит зеленая трасса это трасса синяя стрелка пау а он там зеленой трассы востока нет на синей трассе народу немного что она бы сложнее вероятнее всего мы пытаемся разогнаться так надо притормозить дети какие-то лежат посередине склона а где вы видели чтобы просто свежий снег лежит его что никто не искатал хотя времени это прошло очень много все простите я немножечко я выплыл из колеи обзора курорта и вот зеленая трасса ну здесь вы не увидите ничего нового на самом деле хотя здесь можно что-нибудь потренировать какой-нибудь баттер ладно у нас еще одна попытка покажем вам зеленую трассу вторую восток один здесь надо еще один разок подняться но очередь все больше и больше южный склон вот весь день в солнце то есть солнце получается вот так целый день светит на южный склон уезжаем на зеленую трассу восток один много людей трасса конечно волшебная разгоняться сильно не надо что много новичков не дай бог их первый опыт будет ужасным который начнется столкновения со сноубордистом уже этого не хотим маленькие детишки вот тут ездит тоже в общем надо аккуратненько трасса довольно широкая проблематично сделать хотя бы какой-либо поворот но для обучения прям nice вот так меж людей проскользнул одно заключение главный вердикт по этим трем трассам подъемник настолько долгий что это просто не оправдывает себя впуск меньше минуты практически а подъем у нас сколько минут 15 длился отстоять в очереди и подняться надо выбирать другие зеленые трассы друзья скажу вам честно находимся под подъемником лунный экспресс это двенадцатая трасса синяя атмосфера начинается она бодранящийся уклончик то будь здоров также от лунного экспресса есть еще несколько трасс синяя и черная в той стороне мы уже здесь можем чуть-чуть под разогнаться потому что положеничок начинается синенькая трасса хотя бы мне кажется уровень этой трассы вот что-то между синий и красный то есть она вот здесь по вот этому клону больше похоже на красную что как раз вот эта синяя трасса она пересекается с красной трассой вот в этом месте мы уже здесь были продолжаем движение по синенькой трассе так вот новички какие-то здесь обитают но убординг это страдания эта девушка вам это подтвердит так но если бы трассы были такие жесткие чуть больше снега то мы бы прям кайфовали но прокатимся с юным райдером юный райдер попал к нам в объектив юный райдер есть конечно ошибки по технике но в целом она справляется хорошо какой-то трюк скольжение на коленях выполаживание серьезное да я бы на самом деле не назвал эту трассу синий то есть каких-то местах она вообще красная в каких-то местах она синяя а в каких-то зеленая то есть она у нас разноцветная вот тут готовится трасса зеленая видите подъемник стоит это зеленая планета называется подъемник и он для зеленой трассы сделан вот она идет параллельно я надеюсь мы туда заедем и посмотрим она не подготовлена конечно ну надо просто рассказать что это за трасса айф что хочется сказать по поводу 12 синей трассы она местами красная местами синяя а местами вообще зеленая она разноцветная как радуга и однозначно новичкам туда суваться на сомнительное удовольствие потому что перепады высот в местах некоторых большие ну вот тут параллельно трассе точнее подъемка лунный экспресс зеленая планета виде она длинная офигенно ее только готовят мы на нее сейчас заедем просто посмотрим какой там уклон что-то мы как мы выехали с подъемника лунный экспресс здесь вот эта трасса она сейчас будет готовиться она уже находится в подготовке это шестнадцатая трасса синяя перепад высот просто волшебный щас по прямой давай бахнем вот это вид видочек просто лайк интересная трасса перепад высот реально соответствует синенькой трассе я предлагаю заехать немножко в свежий снег справа трасса предполагаемая но оценить мы ее конечно на сто процентов не можем зато можем оценить поля вот эти перепадики надули снега ребята вот это все трассы мы сейчас выехали на трассу надули уже снега примерно понимаете да какой рельеф у трассы у этой будет самое интересное что это синяя трасса она приходит в зеленую трассу которая под подъемником зеленая планета зеленая трасса также готовится но я вижу какая она широкая и какая она приятная по углу наклона вот ребята полную силу готовят готовят эту трассу посмотрите какая она длинная приятный угол наклона снежочек это не свежий это снег перемешанный с пушками но мы едем параллельно вот этой трассе зеленой подъемник зеленая планета я бы конечно поднять по ней жарю но видите тоже мы находим свой кайф до длинная трасса офигительная и кстати подъемник кресельный зеленая планета он с колпаком и даже в плохую погоду можно здесь очень классно раздавать очень классно балдеть кстати здесь между синими трассами есть черная трасса я тоже пока не сделали но мы даже на нее ехать не будем там она совсем коротенькая но уклон видите отсюда до мощнецкий свежий снег выпал и уже подскатали просто представляю какое количество новичков здесь бы сейчас каталась если бы этот раз открыто действительно редко такой трассу видишь она очень предсказуемая очень понятная и в принципе она заканчивается также можно пересесть на лунный экспресс и уехать наверх в другую сторону вы приезжаете сюда видите эти подъемники думаете боже мой розу хутор скопировали сюда перенесли и здесь сейчас рассказывают эти склоны и я с этим соглашусь все по высшему разряду отели очень мощные особенно рядом с подъемниками просто отели действительно много классно есть минусы конечно я был в самом большом супермаркете вот здесь в поселке это конечно тасс какой-то киосок наполнены продуктами с одной стороны кажется да где супермаркеты вот мы в шерегеш приезжаем там этих супермаркетов пятерочки магниты чего хочешь покупай здесь этого нет зато надо искать плюсы такое вкусное мясо такая вкуснейшая сметана ребята это просто отвал башки единственное что хотел сказать это опять вопрос такси очень высокие цены доехать от поселка до горы 500 рублей я посмотрел сколько по яндексу из красной поляны доехать до розы хутор 270 рублей там за 500 рублей можно uber black заказать цены конские на такси просто я таких даже не встречал шерегеш по сравнению с этим местом это райское место где все очень дешево вот такое заключение но это все можно на самом деле пережить потому что здесь есть свои плюсы вот таких гор нет шерегеши например это невероятно красиво это был обзор на курорт архыс я надеюсь вам понравилось оставляйте свои комментарии поднимайте темы которые я не раскрыл рассказывайте о своем опыте делитесь советами всем будет интересно многие читают комменты шлепаем колокольчики прожимаем лайкосики или дизлайки ставим без проблем ну и подписываемся на канал до новых встреч друзья